Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Программа «Синема» Всем привет! Начинается программа «Синема». Олег Пека и Владимир Веселов вместе с вами. Привет-привет. Да, всем привет. Сегодня у нас несколько таких больших глобальных тем. Во-первых, продолжается Венецианский кинофестиваль. Как ни странно, такое ощущение, что он даже затмевает сейчас Каннский кинофестиваль по количеству звезд, приехавших, по количеству скандалов, по количеству обсуждаемых фильмов, которые представлены на этом фестивале, потому что Венецианский кинофестиваль не брезгует брать и стриминговые фильмы, которые создавались не большими киностудиями, а стриминговыми платформами, в отличие от Каннского. Об этом хотелось рассказать. О премьерах в наших кинотеатрах, там, по-моему, три новых фильма. И, ну, в принципе, поговорить о фильмах, посвященных желаниям. Это связано, в общем-то, с одной из картин, которые будут показаны. С чего начнем? Ну, я не знаю, у тебя есть что сказать про Венецианскому фестивалю, по пафосным вещам, то можешь рассказать. Ну, я немножко расскажу тогда. Я расскажу, потому что я пробегусь, потому что, действительно, я, ну, начал читать так с интересом о том, как оценивают критики. Фильмы, показанные на Венецианском кинофестивале, он стартовал 31 августа, продлится до 10 сентября, закончится. Возглавляет его Джулиана Мур. И вот из обсуждаемых фильмов очень таким ярким, по фильму, который произвел большое впечатление на критиков, стала лента Тарр, американского режиссера Тодда Филда. Это «Как малые дети» с Кейт Уинслет, я помню, была очень интересная картина. Но здесь играет Кейт Бланшетт в главную роль. Она посвящена Лидии Тарр, это главный дирижер берлинской филармонии, которая переживает кризис. И вот Кейт Бланшетт в роли женщины-дирижерки говорят, что прямо вот на уровне «Оскара» ей прочат уже «Оскар» за роль. Ну, как всегда бывают, может быть, такие сильные высказывания. Но, во всяком случае, «Верайте» пишет, что этот фильм обыжал безжалостной, но интимной стороне искусства, похоти, одержимости и власти. Ну, в общем, будем ждать. В общем, все, что мы любим в искусстве. А еще одна картина, которую встретили 13-минутными овациями, обычно там 4, 5, 6 минут, тут 13 минут, картина Мартина Макдона, это три билборда на границе Эббинга-Миссури, это «Залечь на дно в брюге», и тут он снова взял из брюги Колина Фаррелла и Брэндана Глиссона. И эта картина... Это дуэт. Да, это дуэт. «Банши и Инширина» — это такой, ну, как бы, фильм про двух друзей, которые рассорились вдрызг, и вот Фаррелл играет персонажа, который пытается вернуть расположение своего старого друга, и все говорят, что это очень такой грустный и смешной фильм о бессмысленности, человеческих ссор, абсурдности нашей жизни. Очень... Я видел трейлер, он такой действительно снятый, вот ощущение такое, прямо вот как грузинские фильмы раньше снимали, то есть маленькая деревушечка возле моря, такие покосившиеся домики, в общем-то, ну, люди просто одеты, и вот весь конфликт... «Светлая грусть», я такие фильмы называю. Да, но с другой стороны, там я понимаю, что какие-то такие смешные, ну, такие трагикомедии вот об этом абсурдности этого их конфликта, долгие разговоры, где они пытаются выяснять отношения. И вот почему в фильме устроили такую овацию, там говорят, что в нарушении всех протоколов Колин Фаррелл пошел в народ, стал раздавать автографы, фотографироваться с фанатами, и вот этим самым он затянул время, ну, то есть вот как бы искусственно он затянул время аплодисментов, и из-за того, что, ну, вроде, надо поддержать, вот все, значит, продолжают аплодировать, пока он целуется и фотографируется. И многие его критиковали, что, дескать, ну, это не спортивное поведение. Взял, перетянул на себя одеяло прессы. И, кстати, вот из-за этого он даже затмил фильм «Не волнуйся, солнышко». Там же по две премьеры происходят в день, и получилась такая неловкая ситуация, что уже должны были открыть кинотеатр для зрителей следующей картины, должны были там красную дорожечку пропылесосить, чтобы там вышли следующие звезды. А все, не утихают аплодисменты. Там уже начали вот, ну, расходитесь, расходитесь, там, выпихивать потихонечку. Вот об этой картины... Было Полина Фаррелла выгнать просто сразу, и все. И все бы ушли вместе. Пусть он на улице продолжал раздавать автографы. Еще вот Даррен Ароновский с фильмом «Кит», который получил очень противоречивые, и, ну, с одной стороны, ему тоже устроили овации. Брэндон Фрейзер, который сыграл 270-килограммового мужчину, хотя он сам, в общем-то, ну, весьма курпулентный, но все-таки не до такой степени. Говорят, что Брэндон Фрейзер даже прослезился, я там видел снимки и видео, когда ему устроили овации, потому что для него это все-таки возвращение в такой крупной и большой работе, в таких фестивалях, потому что после «Мумии» как-то, ну, скажем, прямо у него наступила такая черная полоса, он немножко... Ну, скажем, прямо и в результате «Мумии» он не слыл, а актерам серьезным, так скажем. «Мумия» — это же развлекательное кино, поэтому, скорее, с серьезным актером его сделали именно сериалы, и вот именно тут, скорее, слезы радости от того, что его все-таки приняли в клуб, так скажем, мне так кажется, серьезных актеров, к которым можно относиться уже с уважением и которые способны поднять именно серьезные и драматические роли. Правда, для этого пришлось, конечно, ему чуть-чуть набрать вес. Я даже не знаю, я... Новость о том, что он играет там такого крупного человека появилось пару месяцев назад, и, честно говоря, все были уверены, что он... Ну, так подавалось, по крайней мере, что он набрал для этого все килограммы ради роли, но я так подозреваю, что этого на самом деле не было, что там все-таки гримеры постарались и спецэффекты, все-таки 200... Он не Кристиан Белл все-таки, чтобы набрать столько килограммов для роли, но он, да, он действительно, по сравнению с тем, каким он был в «Мумии», тонким и звонким, сейчас он, конечно, чуть-чуть другой, вот, но в любом случае радостно за него, что он все-таки доказал, что актер он не только развлекательного жанра, но и вполне серьезного тоже. Ну, с другой стороны, с таким режиссером, как Даррен Ароновский, по-другому, наверное, быть и не могло. — Еще появился новый фильм «Иньяри Ту», который после «Выжившего», там говорят, что чуть ли не семилетний перерыв у него был в творчестве, что впервые такое было, и эту картину тоже встретили немножко так сдержанно, говорят, что очень похоже на попытка сделать новые 8,5 «Феллини», и вот сколько уже можно все эти вот метания собственных альтер-регов и плескивать на экраны. Ну, такие были вот какие-то рецензии. Впрочем, ну, вот, опять-таки, Эммануэль Любецкий, оператор, и отмечают, что впервые, ну, после вот своего дебютного фильма «Сука, любовь», у него фильм снятый в Мексике, то есть, в принципе, ну, так его кто-то хвалит, кто-то ругает. Еще, значит, был там показан на Венеции телевизионный проект «Королевство» Ларса фон Трира уже, как бы, это трилогия, третья часть он снял, ведь еще до своей славы, еще до «Рассекая волны», историю вот про, по-моему, датский госпиталь, там было два сезона такого очень сравнительно, его часто сравнивали с «Твин Пиксом», тоже ничего не понятно, «Карлики», «Уроды», там какие-то вообще совершенно запредельные всевозможные такие извраты. И вот было два сезона по четыре часовых серии, а сейчас появился еще такой полнометражный довесок. Вот, и, 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 вот перейдем уже, наверное, к этому фильму «Не волнуйся, солнышко», потому что картина, с одной стороны, ее разбронили, она выходит у нас через буквально две недели в кинотеатрах, и эту картину сопровождал целый ряд скандалов. Все началось еще с того, что Оливия Уайлд пригласила, ну, на главную роль Шая Лябёфа, которого уволила прямо на съемочной площадке. Скандал был в том, что разошлись во мнениях. Сама Оливия Уайлд сказала, что я уважаю, типа, его как актера, но я не приемлю его агрессивную энергию соперничества на съемочной площадке, это мешало, значит, ну, травмировало других актеров, и я приняла решение его заменить. Сам Шая Лябёф сказал, что меня никто не увольнял, я сам ушел, потому что мне не давали время на репетиции, то есть мне это не понравилось, и вообще Оливия Уайлд откорректирует свои... Он там купил, по-моему, страницу в Верайте, чтобы такое открытое письмо ей отправить, значит, Граду и Миру. После чего его заменил Гарри Стайлз. Собственно, он дебютировал, это актер из One Direction, который ушел, красавчик такой, ну, вот из поп-группы. Не актер, а певец. Да, певец, да, певец, который решил стать актером, сейчас вот он снялся в Дюнкерке. А Оливия Уайлд – это актриса, которая вдруг решила стать режиссером. Да, и вот все внезапно, такие метаморфозы. Она же 13 из «Доктора Хаоса», ну, потом она снималась в ряде фильмов. И вот скандал разгорелся, когда у них вспыхнул роман на съемочной площадке у Гарри Стайлза, причем он на 10 лет ее младше, Оливия Уайлд. Причем на тот момент Оливия Уайлд официально была замужем за актером Джейсоном Судейкисом. И, по большому счету, ну, она ему изменяла в открытую на глазах у всех, подала на развод. Дальше развивалось это как снежный ком. Когда Оливия Уайлд появилась на фестивале CinemaCon, и, ну, чтобы представить картину, будущую картину, рассказать о ней, вдруг кто-то из зала, значит, подходит в это вот видео, я даже посмотрел. Она что-то выходит, рассказывает о фильме, размахивает руками. Тут кто-то ей, значит, протягивает какой-то пакетик с бумагами. Она его берет, открывает, а там прямо вот на сцене, там документы, судебные документы от Джейсона Судейкиса, который хочет, значит, забрать у нее детей там совместных. И это все прямо вот происходит, как сказать, онлайн, вот прилюдно. То есть такая вот... Потом Оливия Уайлд заявила, что ее намеренно хотели поставить в неловкое положение, запугать, ну, таким образом оказать на нее давление. Продолжается, значит, что дальше? Говорят, что на съемочной площадке начался конфликт с исполнительницей главной женской роли Флоренс Пью. А фильм, собственно, рассказывает о том, как супружеская пара, вот Флоренс Пью играет ее и Гарри Стайлз, они... он работает на какую-то могущественную корпорацию, и та устроила элитный, типа, поселок для своих сотрудников. И вот главная героиня начинает подозревать, что что-то здесь не так, вот что эта корпорация занимается какими-то страшными вещами. В общем, обещают что-то в духе Найта Шьемалана, Степфордских жен, ну, что-то вот в... какая-то будет тайна жуткая, которая в конце раскроется. Так вот, Флоренс Пью якобы уже прикипела к Шаиле Беофу, ее эта замена очень не устроила, из-за этого начались конфликты с Оливией Уайлд, и они разругались. В результате этой ссоры Флоренс Пью, главная актриса, вообще не участвовала ни в каких промо-акциях этого фильма, ни в пресс-конференциях, не давала интервью, ни слова не сказала про эту роль. На Венецианский кинофестиваль она, значит, не явилась на фотоколу, когда должны были они все выйти по красной дорожке, позировать вместе. Кстати, Оливия Уайлд это объяснила, говорит, нет-нет-нет, никакого скандала, дело в том, что сейчас она снимается в Америке в продолжении фильма Дюна у Вильнёвой, я вообще благодарна, что она нашла время посетить показ. Ну, вот, ну, она так это представила. В то же время журналисты сфотографировали, как Флоренс Пью во время этого фотокола гуляла по Венеции. То есть, ну, это не самолет опоздал, это просто она сознательно проигнорировала это мероприятие. На всех, значит, совместных, ну, вот, когда уже она пришла на сеанс, она сидела отдельно от всех, встала и ушла сразу после фильма, и, в общем, ну, как-то вела себя совершенно как-то так явно, ну, что-то явно происходило такое. Ей было это неприятно. И самой последней еще каплей было про то, что якобы Гарри Стайлз плюнул на штаны Крису Пайну, который там снимался. Это, ну, это просто вишенка на торте. Это, значит, видео гуляет, когда они садятся вместе, вот уже Крис Пайн сидит, подходит к Гарри Стайлз, наклоняется. И вот камера снимала издалека, никто не мог понять. Но вроде как будто бы Пайн, в общем, потом то ли отстряхивает что-то с брюк, то ли, в общем, клянуться, что говорят, что никакого плевка не было, что это все досужие выдумки. Но у меня уже ощущение какой-то выстроенной пиар-компании, потому что все только об этом фильме и говорят, причем все время об этих скандалах. А сам фильм, все, кто смотрел его на фестивале, говорят, ну, ничего особенного, но абсолютно попытка сделать еще одни степфордские жены. В общем, ну, что-то... И понятно, что там что-то будет какая-то тайна, что их там этот идеальный поселок не идеальный. Я подозреваю, ведь Флоренс Пью до этого снималась в фильме «Солнцестояние», вот этот фильм «Мидсоммер», где она... Ну, помнишь, там же была тоже такая же вот история, где американские студенты приезжают в Швецию на, типа, праздник Лига, праздник «Солнцестояния», а потом выясняется, что это жуткая сехта, куда их заманили для того, чтобы принести в жертву. Ну, и Флоренс Пью играла главную роль и очень хорошо сыграла. Я просто ее запомнил и полюбил вот с этого фильма. И такое ощущение, что ее взяли сюда тоже для... Ну, Оливия Валт ее взяла вот, ну, по аналогии. Ну, похожий фильм, вот, сыграешь ту же самую роль. Чтобы принести в жертву потом. Да, ну, вот непонятно что, но, во всяком случае, картина просто обросла скандалами. По самое не хочу, очень низкие рейтинги на мегакритик, якобы, в общем, все, кто смотрел, плевались и говорят, неубедительно, неуклюже, хромающий сценарий, сюжетные дыры, глупый поворот сюжета. Это я все только цитирую вот эти все отзывы. Но у нас он выйдет через две недели. Да, грустно. Печально за Оливию Валт, которая, видимо, ну, вряд ли можно представить, что это все спланировано. Хотя, конечно, три совпадения, это уже не совпадение, как говорится. Но все-таки, когда, да, когда о фильме говорят в большей степени его скандалы вокруг него, чем о его сюжетах и отзывах, это, конечно, уже печальный сигнал. Возможно, Оливию Вайлд стоит оставаться актрисой, режиссеру оставить или, по крайней мере, на время оставить. Ну, на самом деле, не так много примеров, когда актеры становились прямо отличными режиссерами. У меня там только разве что Бен Эфлик в голове крутится, когда режиссер, он лучше, чем актер. Так скажем, а, ну, Мел Гибсон еще. Ну, и Кевин Костнер, который получил, кстати, у Оскара как режиссер. Ну, возможно, я... Нет, ну, потом все, что он снимал, конечно, было значительно хуже. Но вот «Танцующего с волками», у него же единственный Оскар не за актерскую работу, а за режиссеру. Ну, да. Ну, в общем, возможно, ей стоит подождать, поднабраться опыта. Вот. А так, конечно, ну, пока, видимо, не вариант, пока не судьба. Вот что пока вот происходит на этом 79-м Венецианском кинофестивале. Еще несколько дней он будет продолжаться. Ну, в следующий раз, наверное, уже расскажем вам об итогах, что там, какие картины, какие актеры победили. Но вот я удивляюсь, потому что ощущение такое, что вокруг Венецианского кинофестиваля гораздо больше шума, чем вокруг Каннского. А, ну и там вот этот фильм про каннибалов молодых, где Тимоти Шаламай сыграл, кстати, тоже снимающийся в «Дюне», который ничего ему не помешало приехать и на премьеру, и на фотокол, и все там, все получилось. Вот. Ну, может быть, перейдем тогда к премьерам? Да, да. Из новых фильмов. «Три тысячи лет желаний», наверное, вот это такая самая крупная, большая постановка. Буквально два дня назад. Да, Миллера, да. Да, Миллера и Индрис Эльба, который недавно отпраздновал 50-летие, юбилей большой, крупный. И который на прошлой неделе у нас тоже вышел еще один фильм с его участием, про того, как он в Африке охотится за львом, или лев за Индрисом Эльбой охотится, в общем, там друг за другом охотятся, то есть он заполонил наши экраны Индриса Эльба. Ну, в принципе, это и неплохо, актер он хороший, фактурный такой, так что я думаю, что это не отличный вариант. Можно выбрать среди двух Индрисов Эльбы, какой больше понравится. Очень, я не смотрел, но я видел трейлер «Три тысячи лет желаний». Говорят, что все-таки это такой очень умный и такой интересный фильм, который заставляет задуматься. Тильда Свинтон играет такую одинокую женщину-интеллектуалку, которая на распродаже на блошином рынке в Стамбуле покупает старинный, значит, какой-то сосуд, дома его пытается отмыть, получается потереть, и вдруг из него появляется Джин, которого играет, собственно, Индрис Эльба, и он предлагает ей исполнить три желания. Она же пытается, вот, говорит, я знаю, поскольку она, по-моему, филолог, литературовед, она говорит, знаю я ваши эти все желаниями, что все оборачивается не так, как нужно. Я, говорит, пока подожду, похожу, приценюсь и обдумаю, какое вот желание я буду загадывать. Ну и вот это такая философская лента, действительно, которая заставляет задуматься и размышлять над тем, чего мы хотим, насколько вот мы хотели бы, чтобы наши желания сбылись, насколько эти желания сбывшиеся могут нас разочаровать. Ну это такой вот, ну, с одной стороны, философский фильм, но с другой стороны, его продают как такая очень яркая, эксцентричная комедия, потому что трейлер, ну, я слышал упреки, что трейлер немножко неправильный, ну, его представляют более динамичным, более таким, напоминающим. Я так понял, что там эта динамика сделана за счет того, что она, кроме того, что ходит и приценивается, она еще расспрашивает Джина о его жизни, так скажем, очень длинной, как обычно мы знаем у Джинов. И он ей рассказывает какие-то истории, которые он пережил за свои 3000 лет, там, заточение, и вот, собственно говоря, вокруг этих историй и строится потом ее размышление, то есть там каждая история, видимо, своя какая-то, своя мысль, своя притча, и поскольку это все Восток и прочее, наверное, они более зрелищные, более какие-то красивые и дают вот этот колорит, придают этот колорит фильму. Ну и, в принципе, да, интересно просто подумать, что вот такая, как бы, завязка, как история с Джином, она дает возможность, на самом деле, разные сюжеты развивать. То есть мы классически Аладдина знаем какую-то историю, такую более, ну, сказочную, более развлекательную, а тут вот этот классический сюжет превратили в что-то более философское, более такое размышление, какие-то, ну, какие-то жизненные темы. Это, наверное, в принципе, интересно, и я думаю, что стоит сходить и посмотреть. Еще, ну, вот у нас, кстати, будет мелодрама про любовь после долга и счастлива. Ой, это надо сразу предупредить людей, что это четвертая часть... О, боже! ...фильмов, да, начиналась с фильма после. Это такая подростковая любовная история, чуть-чуть с эротикой и прочее. Но это действительно, это четвертая часть, поэтому не думайте, что если вы вдруг решите туда пойти, что это отдельный фильм. До этого вам надо посмотреть три предыдущих. Я, честно, осилил, по-моему, два и потом сломался, потому что это, ну, скажу честно, переливание из пустого в порожнее. Ну, возможно, если какая-то на двоих поход в кино про любовь что-то, возможно, это больше подойдет, чем мне. Но вот чтобы знали, что это не самостоятельный фильм. А там одни и те же актеры играют, то есть там переходят... Да, 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 это продолжение одной истории. То есть, по большому счету, это такой киносериал. Да, ну и, кстати, у нас еще будут показы в Бойцовского клуба. Это вот кинокульт предлагает 9-го, да, через два дня буквально можно будет посмотреть Дэвида Финчера. Мы в прошлый раз как раз очень много посвятили Дэвиду Финчеру. И вот пересмотреть на большом экране можно будет... Еще, наверное, мы в прошлый раз тоже говорили, но вот сейчас пришло время, ирония судьбы. Ремейк американский российского фильма выходит как раз 9-го в пятницу. Если вот кого-то замучила ностальгия, можно сходить, родителей взять, но просто готовьтесь к тому, что сюжет намного... Ну, не очень совпадает. Я вот читал, что русские там все-таки фигурируют. То есть, вот главный герой, который напился и попал в другой дом, вот его, собственно говоря, напоили русские. Ну, как всегда, конечно. Что еще могут сделать русские с американцем? Это напоить его. Вот. Ну, удивительно, что этот фильм вообще попал. Наши кинотеатры, ну, я думаю, что на волне какой-то ностальгии он что-нибудь соберет. Интересно было бы, на самом деле, узнать, какая у него будет прокатная судьба. Но очевидно, что не такой популярности, как оригинал, он, конечно, пользоваться не будет, потому что это все-таки больше такое развлекательное, романтическое кино. В Америке, возможно, его попросту и не заметят. У нас чуть он лучше, наверное, у него. Потому что бэкграунд нам более знаком. Ну, вот, может быть, именно благодаря бэкграунду его и захотят посмотреть, да. Да. Ну, и еще фильм ужасов «Дитя тьмы. Первая жертва» выходит. Это предыстория ужасника «Дитя тьмы», собственно говоря. Рассказывает о девочке, которую взяли родители из детдома. И оказалось, что она не совсем адекватна. И в прошлом фильме, собственно говоря, все закончилось печально. И выясняя историю этой девочки, родители выяснили, что она приехала из Эстонии, где находилась в сумасшедшем доме. Вот. И в этом фильме, видимо, будет, поскольку это предыстория, приквел, соответственно, наверное, будет уделено внимание тому, что же происходило в эстонском сумасшедшем доме с девочкой, которую довели до такого состояния, что она начала убивать людей направо и налево. Вообще, в принципе, интересно обратить внимание, как американские киноделы видят на балтийские страны, потому что вот здесь говорят об эстонском сумасшедшем доме. А если вспомнить классического, любимого многими каннибала Лектора, то вообще-то он родом из Литвы. То есть в первом фильме, так скажем, приквеле о том, как он, ну, о его первых годах, так скажем, показано, что он потомственный дворянин из литовских, значит, литовских дворян, который вот во время Второй мировой войны приобщился к каннибализму, вот, и потом, значит, пошло-поехало, пошел во вкус, как говорится. То есть вот какое-то, видимо, такое видение у американцев очень странное о наших странах. Ну, слава богу, Латвию как-то пока вот не выбрали мишенью. Ну, и что? Вот это новые фильмы, да? То есть то, что, в принципе, сейчас вот выходит на экраны, что можно посмотреть. Вот 22-го, еще раз я скажу, с сентября будет «Не волнуйся, солнышко» с Оливией Уайлд. Ну, а сейчас вот на этой неделе выходит «3 тысячи лет желаний». Вот в связи с этим просто хотелось, может быть, напомнить несколько фильмов, как раз-таки посвященных вот желаниям, когда обуреваемые желаниями герои, что-то хотели сделать и чем это оборачивалось. Вот если говорить про джинов, я вот совсем недавно даже пересматривал «Старика Хатабыча» 56-го года и поразился именно тому, что вот насколько этот фильм по тем временам был, ведь полеты на ковре-самолете. Там было очень много эффектов, которые смогли воплотить в жизнь. И там же были, например, специально появлялись верблюды, там караваны верблюдов, нагруженные сокровищами по улицам Москвы шли, и говорят, что верблюдов снимали вот в Средней Азии, где-то там в Самарканде или где-то еще, Москву снимали отдельно, и потом вот ухитрялись совмещать. То есть это, я понимаю... Ну, это возможности в Советском Союзе имелись. Как я читал, допустим, в 17 мгновении весны Плэшнер начинал идти по улице, ну, шел по улице, и начало этой улицы снималось в Тбилиси где-то, в середина где-то там во Львове, а классические там сцены в Риге. То есть могли себе такое позволить, такие путешествия по республикам, поэтому, собственно говоря, и поиски фактуры были у них намного шире с возможностями, чем сейчас. Ну, поэтому ничего удивительного. Но я хочу заметить, что сам автор сказки, вот Старик Хатабыч про Джина, который, кстати, вдохновлялся английской историей про архитектора, который... Ну, там, 1900 года была книжка такая. Так вот, Лазарь Лагин не верил абсолютно, что книжку его можно экранизировать, потому что он считал, что, ну, нельзя передать эти все полеты фантазии, там, вот, чудеса в цирке. И своей дочери он даже сказал, если кто-то будет приходить с Мосфильма, просто спусти их с лестницы, я с ними разговаривать не буду. Но затем его удалось убедить, что Старика Хатабыча сыграл там прекрасный актер Николай Волков, и он махнул рукой и сказал, что, ну, вот Николай Волков, я знаю, он сможет сыграть Хатабыча, ну, а раз так, то я даю добро. Вот, ну, это просто вот вспомнить фильм. Кстати, в Советском Союзе был и еще один фильм про джинов, «Волшебная лампа Алладина» 1966 года, и там тоже было много всевозможных спецэффектов, и тоже исполнение вот желаний как раз джинам. Если отвлечься от джинов, я тут так набросал списки фильмов, это «Я слепленный желаниями», «Бедазлт» с, кстати, Брэндоном Фрейзером. Фрейзером, да. Да, и Элизабет Херли, которая, в общем, играла там потустороннюю инфернальную силу дьявола в обличии красотки, которая предлагала семь любых желаний ему исполнить, но каждый раз это каждое желание было как раз-таки с гнильцой, то есть там с каким-то подвохом, мелким шрифтом. Ещё вот из фильмов, которые про желания, с Адамом Сандлером клик с пультом по жизни, когда главный герой загадывает желание, вот у него попадает в руки пульт управления, что можно замедлять или, наоборот, прокручивать перемоткой какие-то неприятные моменты жизни. Брюс Всемогущий, вот там, где герой Джима Керри, становится богом, да. Про желание, про желание. Ну, кстати, вот если вернуться к советскому кино, «Сталкер» Тарковского, это ведь тоже комната, исполняющая желание, куда стремятся герои, куда «Сталкер» ведёт вот этих путешественников. «Чумовая пятница», там, где вот девочка загадала. Это, на самом деле, целый отдельный жанр с обмен телами, так называемый, то есть разные вариации, когда кто-то загадывает или не загадывает, но и оказываются люди в разных телах, там вариации массы и в Голливуде, и в России была «Любовь морковь», где муж с женой поменялись телами, и в «Чумовая пятница», и «Большой», где мальчик становился взрослым. И с 13 в 30. Да, и с 17 в 30, и было наоборот, где «Большой» становился подростком, назывался «Папе» снова 17, там с «Заком и Фроном», и не помню, кто там ещё играл. То есть вот такой тоже очень любят эту тему обыгрывать, прыжки во времени, прыжки через пол и прочее. То есть там уже допрыгались до того, что вот последний я видел обмен телами, эта тема была, что в школьницу вселился маньяк, а, собственно говоря, школьница в тело маньяка, а маньяк в тело школьницы. И там, конечно, было очень весело, такой трэш весёлый был. Кстати, я помню эту картину, даже получил удовольствие, guilty pleasure такой от её просмотра. Да. У американцев есть вот своя классика, это «Замечательная жизнь», там, где вот прямо вот пытающийся покончить жизнь самоубийством, американец встречает ангела, который ему там тоже вот показывает, какой была бы жизнь без него. Помнишь, был фильм «Лабиринт» замечательный с Дэвидом Боуи? Да, я тоже хотел об этом сказать, о фильме «Лабиринт». Главная героиня там тоже, поскольку ей подкинули сводного брата за ним сидеть, она была очень этим недовольна и как-то вот неосторожно сказала, лучше бы тебя забрали там гоблины какие-то. И, соответственно, гоблины его забрали, и вот она отправилась его освобождать. И это отличный фильм-сказка, просто если вдруг кто-то вот так случилось, что его не видел, то срочно рекомендую к просмотру. Он частично игровой, частично кукольный, но это просто классика каких-то таких добрых, сказочных, семейных фильмов, которые обязательно надо посмотреть либо одному, либо с семьей, тут уж выбирайте сами. Причем там еще и прекрасная музыка Дэвида Боуи, который играет вот короля гоблинов, и который исполняет там все эти песни. И я вот всегда вот потом, я когда его пересматривал, обратил внимание все-таки на то, сколько там смыслов, потому что Дженнифер Коннелли, она тоже невероятно красивая. Она уже сейчас получила Оскар, и она в Top Gun Maverick, кстати, ее можно тоже увидеть. А там она вот девочка-подросток, и у нее совершенно хрупкая вот такая на грани взросления, и глядя, как Дэвид Боуи на нее все время плотоядно поглядывает, и вдруг понимаешь, что, может быть, он затеял эту игру неспроста вот с этой девочкой, что вот, ну, она действительно ему нравится в плане совершенно другом, более взрослым, что дети, может быть, просто пропускают в этом фильме. Я вот еще выделил фильм «Достучаться до небес», ведь герои как раз-таки, их последнее желание вот перед смертью увидеть море, и из-за этого они втягиваются в такую авантюру, угоняют машину, в которой лежали деньги мафии. И тоже одна из таких очень, ну, мной любимых картин, кстати, надо будет ее наверняка пересмотреть, и там смотрится, там, Блайп троем, Тилем Швайгером, с Рудгером Хауэром в небольшой такой, но ключевой роли, ну, то есть фильм тоже очень-очень яркий. «Амели», в конце концов, тоже ведь это фильм о каких-то сбывающихся мечтах и желаниях. Еще... Ну, и, собственно говоря, можно вспомнить, я не помню, как сейчас назывался, «Повелитель душ» или как-то, собственно говоря, откуда пошла вот эта история, что Джиннам лучше не доверять, то есть был целый цикл фильмов ужасов о Джине, который искренне... Ну, он предлагает, значит, выполнить желание, и каждое желание он извращает так, что в результате тому, кто это желал, собственно говоря, только хуже, вплоть до каких-то членовредительств и смерти страшной очень. Ну, видимо, вот, насмотревши этих фильмов, все, собственно говоря, и не верят Джиннам, и думают, что они хотят обмануть и как-то навредить. Да, ну, и у меня, пожалуй, даже как-то... А, еще пока не сыграл «В ящик» картина, которая очень тоже такая трогательная с Джеком Николсоном и Морганом Фриманом, если я не ошибаюсь, в главных ролях, там, где главные герои, они хотят осуществить свои... составляют список вот желаний, которые хотели бы осуществить до тех... до того момента, как они не помрут. То есть очень такой тоже трогательный, хороший, добрый фильм. Да, был еще фильм тоже с Джимом Керри, тем же «Лужец-лужец» про адвоката, который постоянно вынужден врать, и мало того, что он врет на работе, он еще и в семье врет, и ребенку однажды это надоедает, его маленькому ребенку, которого папа постоянно обманывает, то, что придет там на праздник, ну, как обычно это бывает, и ребенок однажды на свой день рождения загадывает, чтобы папа вот не врал. И, конечно, значит, Джим Керри просыпается, идет к себе на работу, где он должен прямо врать на пропалую, поскольку он адвокат, и вдруг оказывается, что он не в состоянии это сделать, ему может говорить только правду. Ну, и, соответственно, из этого все юмористические ситуации смешные, но Джим Керри тогда был на пике популярности, и все это было очень смешно, вот, так что тоже вот называется «Не зле ребенка», он тоже может что-нибудь такое нажелать. Не только Джим. Кстати, вот все-таки вот я вспоминаю этот фильм «Лжец-лжец», согласен абсолютно, что вот самая вершина возможностей Джима Керри, его невероятнейшая мимика, его ужимки, его гримасы, это все просто вызывало гемерический хохот зала, тогда еще, может, ну, не надоело, не успело надоесть, и если кто-то вот пропустил эту картину, или, может быть, стоит ее просто пересмотреть, даже если вы ее смотрели когда-то. Да, еще и вот хотел напомнить, я не знаю, смотрел ты или нет, такой фильм «Плезант Вильд». Да. В принципе, тоже касается этой темы, интересная картина с Тоби Магуайром и Риз Уизерспун, как парень, который любит какое-то черно-белое шоу старое, попадает внутрь, тоже вот у него было такое желание оказаться внутри, он оказывается внутри этого шоу, и постепенно, вместе с сестрой своей, и постепенно своим поведением изменяет это шоу к лучшему или худшему, но изменяет. Тоже очень интересная картина, то есть там очень концептуально решены, всякие решения концептуальные, которые делают ее занимательной, и рекомендую к просмотру, кто их вдруг не видел. Ну, а вот там мне показывает, что время, к сожалению, наше завершается, поэтому мы сегодня завершим программу «Синема». Надеюсь, что далее много интересных рекомендаций, информацию рассказали про фестиваль. Встретимся уже через неделю, в следующую среду. Владимир Веселов, Олег Пека. Спасибо огромное всем, кто слушал. Хороших вам фильмов, хорошего настроения. Всего доброго, пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok